Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в цикле передачи «Откровенный разговор» с Владимиром Погосяным. У меня мой добрый друг, глубоко мною уважаемый, даже могу сказать, любимый мой, один из наших, всеми любимый нам генерал, легендарная личность, легендарный человек, основатель вооруженных сил Республики Армении, армии обороны Арцаха, человек, который прошел длинный воинский путь. От рядового до генерала-лейтенанта, прошел боевой путь в Афганистане, возглавлял мобилизационное управление в Министерстве обороны СССР, был начальником штаба 40-й армии, заместителем начальника, командующего 40-й армии в Афганской войне. Затем, в начале 90-х годов, по приглашению президента Республики Армения, первого президента, был приглашен в Армению для помощи организации вооруженных сил Республики Армении. Исполнял обязанности министра обороны, был начальником генерального штаба. В общем, регалий очень-очень много, если я буду говорить, я боюсь, что я буду это говорить до утра. И я хочу поприветствовать нашего легендарного генерала, генерала Норад Григорьевича Тель-Григорианца. Здравствуйте, господин генерал-лейтенант. Приветствую вас. Приветствую, очень рад. Владимир Сергеевич вас видит, очень рад. Здравствуйте. Спасибо. Ну, вы знаете, что ситуация в Армении, вообще в регионе у нас, на Южном Кавказе, в Малой Азии, крайне сложная геополитическая обстановка. Армения фактически находится под колоссальным военно-политическим давлением. Что это означает, вам объяснять как раз и не нужно. Вы прекрасно это все знаете и понимаете, что это означает. И мой первый вопрос. Вы один из тех, кто создавал вооруженные силы Республики Армения. Что потом пошло не так? Почему мы упустили окно возможностей? Все-таки не шли в ногу со временем все наше военно-политическое руководство. Вместо того, чтобы идти по пути мобильных бригад, мы пошли по пути создания тяжелых механизированных корпусов с дивизиями и так далее, как в 1941-1945 году и так далее. Хотя я знаю, что вы в Афганистане уже вводили понятие бригады, которые имели мобильность. И в Армении тоже эти основы закладывали. Что потом пошло не так? Почему наша армия оказалась в таком состоянии? Долгий путь, однозначно ответить я не могу. Вы представили меня, конечно, немножко похвалили. Благодарю вас. Я обычный генерал вооруженных сил Советского Союза. Вы и Армении потом. Да, действительно. Дело в том, что по приглашению... Мне надо было еще пять лет служить. По приглашению Терпетросяна. Я когда приехал там и сидел, воздел с Аркисян и Ширханян и предложил... А мне вообще-то разговор поднимать совсем не такой, который вот сейчас вы задаете. Разговор пошел, что якобы скоро нападут или напали на Карабах, хотят отнять Карабах и так далее. То есть их план. Я говорю, нет. У меня есть данные, что план, план, замысл этого врага совсем другой. Какой? А противник желает захватить Карабах, Зангерзур, соединиться с Нахчеваном и напасть на Ереван. Если в Карабахе определенные силы, народные ополченцы там, или они создали так называемые по израильской системе армии обороны Карабаха, то есть оборонные районы, они так назвали, то они каким-то образом могут защититься и с нашей помощью добровольцами. Это раз. Но дело в том, что у них план нападения на Армению, и Армения вообще-то исчезнет, это план, турецкий план, мы знаем. Я потом из бывших граждан Османской Турции. А поэтому надо создавать нашу армию, чтобы защитила эту систему и не допустила гибель Армении как во всей стране и как государства. А поэтому предложил, предложил разработать концепцию по созданию этой армии. Но принесем заниматься такими делами, нам необходимо срочно прикрыться. Каким образом? Во-первых, не допустить вывода 127-й гвардейской мотосилковой дивизии, которая стояла в Ленино-Калии. И все войска наши из зарубежных стран выводились в Советский Союз и подлежали расформированию. Вот я был в Венгрии командиром полка, начальником штаба дивизии, командир дивизии. Так эта дивизия тоже вышла, расформировалась и так далее. Передали другим. И так и везде. А для этого необходимо эту дивизию договориться с Ельцином, оставить. И по предложению Петросяна и Басгена Саркисяна, я был назначен председателем. И мы должны создать базу, российскую военную базу. То есть анклав России на территории Армении. Это раз. И создать эту базу. Это не склад помидоров и огурцов. Это база, структурное подразделение, или соединение, точнее, Российской Федерации на территории Армении, которая будет взаимодействовать с вооруженными силами Армению. Второе. Нам необходимо границу каким-то образом закрыть, потому что уже Советского Союза нет. Кто охраняет границу в Турции, пока абсолютно очень опасная. А поэтому предложено полностью пригласить сюда Николаева, Андрея Николаева. Он был, когда я был командиром дивизии Генгрии, он был капитаном моей дивизии, командиром батальона 110-м, гвардейским мотоцелковым полку на БМП. А сейчас стал генералом армии и возглавил вот это ведомство. Значит, он был приглашен. Мы создали пограничные войска. 50% россияне, 50% армении. Значит, мы прикрыли это. Потом я говорю, нам необходимо, пока мы соберем армию, надо закрыть все полосы, высоты, все, верим, на Чеванске, высоты на Инберянске, и оказывать содействие и помощь карабахцам нашим. Ну, потом Арцах начали называть, как всегда. И мы под прикрытием этих действий будем создавать вооруженные силы. И дайте мне 15 суток, я в течение этих суток, день и ночь буду в этих районах и писать концепцию. Таким образом, я в Борисе, завершил разработку концепции, доложил президенту, и они заслушали меня на Совете Безопасности. И утвердили, предусмотрел в этой концепции создание вооруженных сил Армении. Ну, во-первых, мы назначили министром обороны, хотели вот при разговоре. Я говорю, мне не надо ни зарплаты, ни министерства обороны, ни наград, ни очередных воинских званий. У меня все это есть. Я на пенсии с нами буду жить. Это раз. Второе. Второе, я говорю, чтобы полностью вот то, что мы будем сейчас делать, мы должны оказывать содействие. А кто будет министром? Вожден Саркисян спросил. Я говорю, вот вы. Вот Шерханя сидит, Терпетросян сидит. Есть банча маска, но он говорит. Я не понимаю, как. Я говорю, мы вам поможем, но вы будете со стороны народа контролировать. Вы министра всех знаете. Надо финансировать, обеспечить, кормить, поить и так далее. А я буду заниматься чисто военными вопросами. Поэтому предложили мне стать командующим вооруженными силами Армении первым заместителем министра обороны, Бахдена Саркисяна. Ну, если чуточку, чтобы логика пошла нормально, потом через несколько месяцев Бахдена Саркисян был, значит, отправлен госминистром. Я написал полностью документ о том, чтобы президенту, как верховному главному командующему, о том, что создали все системы Министерства обороны, прошу должность командующего упразднить. Я не приехал, занимал должность и так далее. И создал главный штаб, как орган боевого управления. И я тогда стал начальником главного штаба, первым заместителем министра обороны. Так как я все время отказался от министерства, Петросян пригласил Бахдена Малукяна, который в определенное время тоже был министром обороны. Очень логичный, мы все очень хорошо работали все время. Ну, потом возле Малукяна тоже болезнь какая-то была. Я, честно скажу, я не вмешивал за политические дела. И после этого я был уже в приказном порядке и назначен министром обороны. Это такое движение, чтобы вы понимали. Таким образом, армию я представил концепцию и доложил на Совете безопасности структуру вооруженных сил. И сделал структуру такую, которая более надежна, более организована, более дисциплинирована, более обеспечена, исходя из наличия и возможностей армии. И наличия и возможностей мобилиционных резервов, призывного контингента, возможности финансового обеспечения, географического положения, театра военных действий, противник какой, кто, где, как, по положению в составе возможностей. Значит, какие будут положения в составе возможностей нашей группировки. Ну и масса объективных, субъективных факторов. И пришел к выводу, что на территории Армении надо создавать соединения и части, которые более легкие, более управляемые, более организованные. Ну, а такие организмы я знал хорошо, и вот сам их использовал три года в Афганистане. И я очень часто проводил крупные военные операции, между прочим. Ну, чуть-чуть похвалюсь, может быть, или информационно. За 10 лет, вот книга «Стратегия и доблесть афгана», там написано, за 10 лет прерывами советских воевших в Афганистане проведено более 400 боевых операций. Наиболее результативным и нам ценным операциям, которые провел генерал-майор Тенжи Геранс, начальник штаба 40-й армии. То есть, моя совесть чиста. Я проводил операции против нас, потому что против нас воевали. Это, своего рода, исламское государство создавалось. И поэтому Советский Союз решил, значит, выполнить просьбу Бабрака в карман, и мы вошли туда и оказать интернациональную помощь. И там против нас, и мы против, как сейчас против России военные беззападные, тогда тоже был и Саудовская Аравия, и Катар, и Пакистан, и Иран, и Китайская Народная Республика, и Соединенные Штаты Америки. Мы были внутри врага, враг внутри нас. Это сложнейший театр военных действий, горный театр, гундукуш и так далее. Это вообще очень опасная такая территория, поэтому там тактика вырабатывалась совсем новая. Мы знали, какой должен быть человек, какая техника должна быть, какие структуры должны быть. Мы все это вырабатывали. И не случайно после Афганистана меня назначили в Москву заместитель начальника главного штаба сухопутных войск, это главный вид вооруженных сил, притом начальником организационного, мобилизационного управления сухопутных войск, потому что мы занимались в сухопутных войсках призывом вооруженной силы СССР, мобилизационным развертыванием вооруженных сил СССР. Даже страны. Мы отвечали за боевую и мобильственную готовность в своих группировках войск вооруженных сил. Мы планировали технику и вооружение такое, которое уже испытали в Афганистане и обеспечивали номенклатуру сухопутных войск, например, от пистолета до танка включительно, в все виды вооруженных сил. Каждый нуждался в этом. А также стран, которые мы создавали армии. Сирийскую армию, Иракскую армию, Ревьевскую армию, Куба и так далее. То есть мы связаны были стратегически масштабно-масштабно. Я перехожу в обратную сторону и поэтому я предложил создать мотострелковые бригады в вооруженных силах нашей страны. Нурад Григорьевич, а... Мотострелковые бригады это больше полка и меньше дивизии. Ну, Рад Григорьевич. Мотострелковые бригады более оснащенные, исходя из того, что у нас бывшая седьмая полевая армия стояла. Его техника и вооружение совмещалось и совпадало с нашими возможностями. И вот территориально, и вот организационная структура позволяла иметь вот то, что было. Хотя четвертая полевая армия, которая стала в Азербайджане, она была более сильная, более организация и структура более сильная. Особенно противовоздушная оборона. А потом там были боеприпасы десятки тысяч вагонов. Хотя поменьше было у нас в Азербайджане боеприпасов, которые потом каким-то образом кто-то взорвал, был ловить весь этот арсенал. И мы остались вообще без боеприпасов. Кроме той, которая в технике была. Хотя должно быть, значит, 0,25 БК в транспорте, 0,25 БК в роте, в батальоне, в полках, в дивизиях и так далее, в арсеналах и так далее. Это оставалось чуточку. Так вот, мы создали мотострелковые бригады. Это полковничьи должности. Нурад Григорьевич. И они не назначали. Нурад Григорьевич. Я создавал структуры, где генеральские должности единицы. Единицы. Нурад Григорьевич, у меня вопрос к вам. Эти бригады, они более организованы, более управляемые, более дисциплинированы, более оснащенные. И они требуют меньше экономических возможностей для его содержания. Вот такое и дело. Нурад Григорьевич. Я сдавеком начал, извините, хотя по 3-4 минуты положено на вопрос отвечать. Но это такое основа. Вот он, скорую бригаду. А вот что потом после нас. Дело в том, что в концепции были написаны мои концепции. К сожалению, не все министры обороны читали концепцию. И поэтому они не знали много вещей. А в концепции было даже такое место сказано было. что войну без ПВО можно проиграть, но без ПВО можно выиграть. И наоборот. Потому что без ПВО потеряешь все абсолютно. Ну, Рад Григорьевич, меня слышно? Это остаток полностью всеми видами довольствия и всеми родами войск в этой структуре. Ну, Рад Григорьевич, у нас вопросов много, если можно, чтобы мы на каждый вопрос не более трех минут уделяли. Да, я понял. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас еще минут 15 остается. У меня два вопроса, и если можно, так сжато. Вот смотрите, вы сегодня слышали очень много, говорят о реформах вооруженных сил Республики Армения. Как вы относитесь к тому, что этими реформами занимается министр обороны без военного образования, абсолютно человек далекий от военных, стратегических понятий, от оборонной политики, от военной политики, понятия вообще, что это такое. Всекитайский Совет Безопасности, который сейчас как бы является ответственным лицом за реформы, премьер-министр Армении, все люди, которые вообще не имеют никакого понятия о вооруженных силах, и они с утра до вечера говорят о какой-то профессиональной армии, путая ее с боеспособной армией. Насколько это допустимо, чтобы уровень компетенции этих таких людей занимались таким сложным организмом и очень важным ответственным для государства, как реформа вооруженных сил? Вы знаете, это очень сложное явление, очень сложное явление, поэтому немножко расскажу, что вот эта война, которая зависит до этой войны, я специально знал о том, что кто возглавляет, значит, Министерство обороны, не знающие дела, что скоро будет война, я пришел и сказал. Вы имеете в виду министра обороны Тонояна? Да. И вы знаете, я попросил позвонить министру обороны, что у меня, я сейчас приглашен президентом, мне надо поговорить с министром обороны по двум вопросам о положении и состоянии дел в стране и в вооруженных силах, нам надо обязательно поговорить, скоро будет война. Секретарь там ответил, да, 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 в конце концов он отказался, министр обороны, от встречи со мной. А я знал, дело в том, что в то время я заметил, что премьер-министр, верховный глава командующий, не знаком с военной наукой, он умный по-своему, я не имею никакого права говорить о его знании вообще в чем-то. Но я по военной точке зрения, я вижу, что он неправильные действия проводит. Без того, чтобы мозг человек, который не понимает военной науки, держал как главный штаб, или армяне себя называют генеральный штаб, а это главный штаб, генеральный штаб в России есть, где имеются в виде вооруженных сил, ФЛАР, РВСН, полуостролитов, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военные космические. У нас нет генерального штаба, у нас главный штаб над штабами, бригад, полков, дивизий и так далее. Но вернемся назад. Дело в том, что я вот, я даже написал один раз в интервью, когда мы смотрим телевизор российский, министр обороны, товарищ Шойго, с президентом страны, верховным главом власть, с товарищем, значит, нашим президентом Путиным, они даже в отпуске находятся, рыбу ловят, разговаривают с собой, обнимаются, здравствуют, до свидания, говорят о безопасности, об армии, политические и так далее, обо всем. А у нас верховный спорит между генеральным штабом, кто одного выиграл, второго выиграл, третий выиграл, другой боится, тот предлагает, что это министр отказывается, тот говорит, какой-то хаос и безобразие. Поэтому я вынужден был, думаю, это суть, да и поеду, что это за бардак у нас, это неправильные действия. Может, примите меня, я внесу какие-то изменения, я не говорю, что я чересчур умный, но эту военную науку, которая разрушается, мы же военную мышь прошли, все увидим, и хотел оказать содействие, но не захотели. Теперь вопрос такой, а как же реформу проводить, если эти люди отказываются и не знают, что такое? Одно время мне очень часто звонили, кто Жамар-Арабон, кто Жаманар, кто Ирабон, кто один АЭМ постоянно, Парон Терриан, Делька Арсика, Вонсе, вот говорят, что якобы у нас только техника отвратительная, они все глупые и так далее. Вот мы новые самолеты купили. Я могу, во-первых, оскорблять ту технику, которую вооружены в Союз Армении, это не делает честность для вас. Если вы хотите новую, покупайте новую. Тем более мы, и я принимал участие, чтобы Россия продавала Армении, как вот это обычное государство, на низким ценам. Если автомат стоит у нас рубль, то Азербайджан покупает за 100 рублей. Ну слушай, покупай новые автоматы, 5,45, кто тебе мешает? А что ты говоришь, что это плохое? А раз ты верховный или кто-то говорит плохое, твой солдат, твой подсиненный, твой злотный рот и командир полка, он скажет, что за дрянь эту технику, я даже учить не буду, поэтому он бездарно относится к артиллерии, к науке артиллерийской, к таблицам стрельб, к технике, вооружении, к науке. Вот нельзя такие вещи делать. Мы воспитываем любовь и уважение к технике и в архитектуре. Но если ты купил самолеты, притом скоростные, ты совершил огромную ошибку. В Армении скоростные самолеты держать категорически нельзя, ибо там воздушный бой вести невозможно. Там если иметь самолеты, то Су-25 самый настоящий танк воздушный. Он может все делать, так показал и Афганистан, и Мировом, и сейчас показывает на Украине. А эти самолеты только взлетели, хвостом цепляя то Лавчеван, то Грузии, то это, не говоря о том, что там воздушный бой. Да потом топлива столько надо, что у вас нет такого топлива еще. А если будет, вы не успеете. Хотя на следующий день, грубо говоря, когда вам продали самолеты вот эти, и вы вместо них, вместо того, чтобы купить, знаете, огромное количество беспилотников, вы взяли и без ракет купили, и сразу России продавать Турции С-400 ракеты, которые должны сбивать эти самолеты. Но я не говорю, что это Россия делать должна. Турция поставила эти ракеты нигде не будет, а на границе с Арменией, чтобы уничтожать вот эти три самолета несчастных. Вы слушаете, мне надо, если ты реформу поможешь, надо же думать, есть такой диалектический материализм, всесторонность. Теперь возьмете структуру, чтобы структура сейчас, другая структура должна быть. Сейчас мы не ожидали, что Турция, натовское государство, на нас нападет, на Армению. Мы не ожидали. И когда мы создавали вооруженные силы, я вам скажу, да, мы знали, что политика идет от Турции, но то, что НАТО нападет на маленькую Армению, я вот в интервью давал, получается, на Армению, а на Карабах напали, ведь в Ассарбине не воевали, почему Армения какие-то документы подписывает, ведь напали-то на Карабах, это Азербайджан побоялся самостоятельно напасть на Карабах, потому что он проиграл Карабаху в 90-х годах, так, и поэтому он подтянул товарища Эрдогана, или господина Эрдогана, прошу прощения, за то, что это замечание мне самого, и он вооруженный силой Турции, вооруженный силой Азербайджана, значит, силы и средства Пакистана, значит, до трех тысяч исламистов перебросили сюда радикальных исламистов из Сирии, из Сирии, да еще здесь Израиль, кто-то каптурил, всегда, как по-моему, на ложке Израиль везде находится, он не только там находится, оказывает вооружение и так далее, он знает, что такое Холокост, он знает, как обучить азербайджанцев уничтожать народы, потому что он уже имеет опыт, когда его евреям уничтожала Германия и все, и Западную Украину и так далее. Теперь он, Израиль, делает все возможное, чтобы Азербайджан таким образом уничтожал армянский народ Карабахов. Это делает и в то же время, чтобы он пропустил себя сюда, поднимает, облицет на аэродромы на территорию Азербайджана, а для этого он дает Азербайджану свои беспилотники фугасные, бомбы там и так далее, и так далее. И так вот, и мне, а тебе Азербайджан готовит это все. Я однажды дал интервью в газету, что это, почему Израиль готовит аэродромы, наверное, для посадки натовских самолетов в интересе оказали помощи самому себе по уничтожению Ирана. Это серьезное явление, потому что уже вопрос Владимирана против Ирана. Но теперь вопрос такой, а как же мы будем создавать армию? А теперь надо создавать систему такую, мы имеем задачу такую, помните, я сказал, Забусал, он хотел захватить Карабах, захватить Джангезур, соединиться с Наксиваном, наступать на Ереван. А у нас соседи кто? А на севере кто? Азербайджан, а на западе тоже Азербайджан. Значит, нам надо иметь армию, которая соответствует театру военных действий. Если это горное, значит, горные подразделения, части соединений. Если это равнинное место, значит, другие части подразделения. А как мы думали? У нас в Советском Союзе были разные дивизии, разные бригады. Если на Кавказе это горные бригады, если это на равнинное место, это мощностиковые дивизии, а дивизии наступают на фронте 20 километров, так где у нас 20 километров территории, чтобы дивизии иметь? Ну и нужно. Значит, нам надо иметь бригадные составы или отдельные полковые составы, которые должны руководиться пунктом управления не только СБУ Еревана, но и выносные командные пункты и воздушные пункты управления, а также иметь на театре военных действий группировку сил и средств для управления этой частью. Это совсем такие были различные направления, так было в Советском Союзе, например, на Жакавказском направлении там была группа одна на Дальнем Востоке, другая, и стоял здесь генеральный штаб и Министерство обороны. То есть здесь надо хорошо подумать. Потом, если Россия не очень сильно думала о том, что будет какая война, Россия перед мировой войны, все думали, что кавалерия, Ворошилов и так далее, Будемин. А нет, противник, пошел автоматизации, танки, самолеты, автоматы, а у нас винтовки. Так сейчас будет война другая, сейчас роботизированная война. И я четыре года тому назад, когда был начальником главного штаба Хачатуров, пусть меня простит, Юрий Григорьевич, я не из-за того, чтобы его зацепить. Я пришел четыре года назад к Лешку, я говорю, я участвовал на международной конференции беспилотников. Здесь все схемы, чертежи, порядок действий, управление, взаимодействие, координация, разведка, систему управления. Вот вам, я прошу вас, проведите военно-научную конференцию, научите офицерам принимать, создавать, анализировать, управлять процессом. Он говорит, он взял флешку, я на весь мир говорю, взял флешку и так небрежно положил на стол, мол, знаешь, а у нас мы знаем, что это такое. Вы ничего не знаете. Мы так, принимаясь, война показывала, даже в Афганистане вертолеты, это подвижное такое средство, чтобы ими управлять, если батальон идет, например, по долине, у нас система такая, чтобы, например, в горах полностью зайти вот туда, в долине, где-то на 100 километров освободить города, на северный пункт от этих душманов и так далее, у нас проводится операция захват господствующих весов мотосилковыми и десантными подразделениями путем тактизково-воздушных десантных вертолетов, обеспечивая продвижение по долине бронированные групп, танки, БМП, СССР. под прикидем огня этих групп по горам, а также артиллерии, которая размещена на даче 15-15 и дальше, закрытых огневых позиций и вертолетов огневой поддержки. Так это, знаете, какое взаимодействие? Это друг друга можно уничтожить, это же неправильно. А поэтому командир батальона или полка вывели 33 авиановодчика. Каждый командир батальона имел авиановодчик рядом стоял, имел 840-ую станцию, конечно, понимаете, который он давал команды, принимал данные, обеспечивая и говорил, там так, там это, начальник разведка говорит так, он воздушный, он управляет, иначе можно прямо в грудь солдат и офицеры стрельнуть из вертолета, а у него справа и слева нурсы по 32, они неуправляемые, и летчик не видит, и ребята ими управляют, потом наверху. Так вот, я и говорю, давайте беспилотник, и вот он начинать надо. Хотя в это время уже в Армении я создал при концепции стадии вооруженных сил создал два учебных заведения для подготовки кадров, сейчас называется имени Вашгина Саркисяна и имени Маша Хонфиряна. Так вот, в этом Хонфирянском заведении уже научились собирать беспилотник, так дальше. Так, ну я говорю, это, знаете, как тазики, знаете, вот детей, детей купают тазики, так вам корпус делают. Слушайте, давайте сойдите, там завод Марс есть, пойдемте, я вас покажу, завод Марс, там инженерия познакомили, и они там начали уже по-другому. Не надо быть высокомерным, чварливым, бездарным, надо быть человеком, отвечающим за безопасность крови, и слушать даже солдата, сержанта, даже бомжами это слушать. Понимаете, нет? Понял, Нурат Григорьевич. К сожалению... Потом офицерский состав, у вас очень много обучались и в академии генштаба, и в академии фронзе и так далее, и мы с ними встречались, и они, по-моему, в состоянии, понимаете, они неплохо учились здесь. Нурат Григорьевич, офицерский состав, если надо ветеранов, начальник артиллерии, Бельща, Иракетян, начальник ПВО, начальник инженерных войск, начальник связи, бывшие, мы создавали вместе армию, позовите их, ваше мнение, с учетом этой войны, посмотрите, как враг ваш, какие функции выполнял, как он нападал, как информационно он побеждал, посмотрите, как обеспечить, какое обеспечение он делал, как он обеспечил, понимаете, у нас каждый вид должен иметь обеспечение, техническое обеспечение, пеловое обеспечение, инженерное обеспечение, но и самое главное, оперативное обеспечение, внутри этой оперативной имеется такая особенная маскировка, оперативная маскировка имеет громаднейшее значение, а как же ты это делаешь, вот я вернусь назад, в инженерное обеспечение, Вот сейчас, когда вот эта война была, обратите внимание, он с Городеза до Зангелана, как на асфальт, по асфальту шел. Слушай, извините, извините, где же у вас оперативное обеспечение? Где инженерность? Почему там нет противотанковых взрывов? Почему там нет движений? Почему там нет уголковых отражателей? Они идут просто свободно, идут и все. Мы говорим, я тут звоню, даже вам звоню, Вадим, я говорю, слушайте, там компании бригады у нас есть, горящие бригады есть, сейчас они бригады есть, они оказываются полупустые уже. У вас уже команда идет, надо врезать. То есть, чтобы создавать вооруженные силы и структуры, надо учесть тактику и оперативное искусство врага. А там НАТОвское. Не случайно я, лично я, организовал. Когда меня вызвали в НАТО, я выступал по гуманитарному праву войны в Брюсселе, потому что у нас были пленные, мы по-человечески относились к пленным и нас похвалили. А вот сейчас горами резали Алиевы и его министры, уничтожая Алиевы, их никто не выжгал, потому что такой мир, так организация обвиненных наций управляет миром, так с собой безопасностью образуется, так к государству относятся, понимаете? И последнее. Надо иметь в виду, что у нас должны быть боеприпасы, даже свои боеприпасы. Я когда-то в последний год вместо Сергея Саркинсана на заседание ходил Багратяна, премьер-министром был. И однажды я сижу, говорю, вы знаете что, я вот оттуда. А мне в последний год поместили в гостиницу Армении, если посмотреть в площади, левая сторона вверху, я там, значит, только 8 месяцев уже переместили туда, поняли, что у меня возможности надо дать чуть-чуть по-человечески. Вот. Хотя бы сейчас, я говорю, слушайте, сидит рядом начальник финансист, и финансист, и экономист. Я ему говорю потихоньку, мне даже замечали здесь за разговор Багратяна, да-да, вот можете спросить у него. Я говорю, слушайте, я смотрю, из окна, я там зарядкой занимаюсь, смотрю, на площади стоят КамАЗы и иранские автомашины. И кузов полно различных, значит, мосты там туда-сюда, металл. Они говорят, да, это мы продаем, потому что это ржавшина. Я говорю, вы что, нам боеприпасы не нужны, что ли? Нам металл не нужен, почему вы металл продаете? Оказывается, тогда и ставки продавали. Я говорю, подожди, там мосты КамАЗовские, вы их шопера, вы посмотрите, там мосты КамАЗовские. Иран везут, или куда? Турцию, что вы делаете? И ни разу не поинтересовались, что надо же выпускать боеприпасы. Вот сейчас, когда была война, вы заметили, очень сложно было доставить боеприпасы. Грузии не пропускают, турецкая граница закрыта, азербайджанцы нет, Казахстан, и бедная Россия как мучилась. Это благодаря тому, похвалюсь, когда мы занимались армией, министром обороны был Павел Грачев. И вот у нас в базу, подходили базу боеприпасов из 31-го армейского корпуса, где Грузия стояла, потом Грузия выгнала всю, и ошибку совершила, и вошла в НАТО. Но мы пытались этими боеприпасами, понимаете? А сейчас как? Поэтому нам надо создавать армию, надо создавать военно-промышленный комплекс. Почему тогда, в то время, я лично, вот там Ширханяне, спросите, Т. Петросян дал мне команду, но займите из ВПК последние 8 месяцев я должен был уйти. Мы занялись, мы начали производить патроны, нервонервные станки работали на высшем уровне, у нас появлялся порох, откуда, это не ваше дело, но мы привозили порох, как охот-коллектив, наша республика, как охот-коллектив, входит в состав, а мы имели право порох в России. И сидели девчата, армянки, которые собирали все это дело, используя виски, где золото продают. Но мы же сделали, а потом начали выпускать автомат Калашникова. Начали? Начали, выпускали. И начали выпускать, я лично заказывал 2000 РПГ-7, завод Дзержинского, который поднял, отняли товарища президента бывшего, у Маркуса Львова Григорьевича Агалисяна. И его выгнали оттуда, его станки забрали и продали. А это гранатометы, потому что мы организовали противотанковые резервы на ернанском направлении. Это самое опасное, только опасное направление. Значит, надо иметь какие войска там? Особенно противотанкисты, особенно рапири, особенно птуши. Значит, на каждом направлении это надо создавать, исходя из театра военных действий. Я эту вещь рассказываю не из-за того, чтобы лишь бля-ля-ля, а поэтому реформы проводить надо. Собрать людей, офицеров, участников войны. Если надо, чтобы мы... Значит, меня не знали, я уже сказал, я больше к вам не приеду, раз мы перед войной. Я знал, когда будет война, кто нападет, я часы не знал. И хотел оказаться в содействии. Мы не захотели встретиться. Во-первых, это оскорбление. Ну, во-вторых, это всякое место, либо это, как его фамилия, Томо Ян, Давид Томо Ян. Ну, это сволочная фигура для меня, потому что он свою шкуру как бы показал своей высокой фамилии, но он нанес удар по Армении. Масса потерь, это на его совести, между прочим. Это отвратительно. Я не знаю, что бы сделать, но да. Поэтому проводить реформы надо не просто провести, а надо... Вот я могу показать, я лично своей рукой доктрину писал. Доктрину. Я верю. Ну, Рад Григорьевич, к сожалению... К сожалению, концепции министры обороны так и не прочли, и не поняли. Ну, Рад Григорьевич, к сожалению... А там написано, что надо совершенствовать, исходя из военно-политической ситуации, исходя из театра военных действий. Ну, Рад Григорьевич. ...вы государства. Надо обязательно предусмотреть все способы действия военной позиции. И наступление, и обороны, и резервы, и взаимодействия, и координации. Особое внимание взаимодействия с вооруженными силами Российской Федерации. А не так, как, в заключение скажу, когда мы создали базу, я имею в виду союз Российской Федерации. Потому что вокруг нас одни враги. А Грузия, непонятно, она управлялась и Турцией, и Азербайджанами, или самостоятельно. Ну, Рад Григорьевич. Я чувствую очень плохо жить. Почему? Не знаю. Пусть руководители Груза и Боргийским путем. Но мы не ожидали что-то такого доброго от Грузии. Понимаете? Ну, Рад Григорьевич. Конечно, создавать на Грузинском театре военных действий такие оборонительные сооружения. Но это не то. Но все-таки иметь в виду, в районе Марной Ули, между прочим, постоянно взрывали газопровод. Постоянно. И до новой железнодорог, которая шла к нам различными товарами, там постоянно стреляют. Я даже выделяю туда... Ну, Рад Григорьевич, вы меня слышите? Ну, Рад Григорьевич, вы меня слышите? ...разумно исходя из различных вот этих вот эпизодов, я не знаю, обстановки, их возможности по технике, по обручению. Но делать это обязательно легко, не только там... Что-то вот вы сейчас говорите, Владимир Сергеевич, говорите, что якобы надо только контрактику. Это очень опасное явление. Если танк, например, состоит из смешанных призывников, вот, например, командир танка, контрактик, да, он отвечает за танк, этот танк стоит миллиарды, так? А остальной экипаж, это полностью призывной контингент. Потому что у нас должен быть возвышенный строитель, а как его восполнять потери, а в запасе нет никого, потому что у нас только контрактики. Так вы тогда в жизни не выиграете, но и проиграете железно. Ну, Рад Григорьевич, вы меня слышите? Да. Все, я закончил. Да, к сожалению, у нас эфирное время уже закончилось, к сожалению. А не надо их закончить, это ваше время, вы должны были продлить это время. Ну, нет, это у нас, у нас просто еще идут записи, и я вас обязательно в самое ближайшее время еще приглашу, сделаю отдельный большой эфир, отдельный. Владимир Владимирович, дело в том, что о реформе однозначно нельзя отвечать. Вот я вам сказал некоторые направления, а это каждое направление, если раскрыть, вы вообще-то заблудитесь в этом деле. Вы очень умная логическо-мышлящая личность, но в военном деле надо научиться, надо знать. Реформа, это или погибнет страна, или выиграет, а вот середины нету, поэтому если делаете реформы, когда вы находите в окружении сопредельных государств, которые окружили полностью, а это опасное явление. И в это время проводить реформ, надо соображать, каким образом. К сожалению, не я занимаюсь реформой, не я. Если бы я занимался реформой, армия была бы другой 15 лет назад. Вы логическо-мышлящая личность и очень грамотная личность. Вы по логике больше понимаете, чем тот, который себя корчил и высокомерным занимался. Спасибо, Нурат Григорьевич. Мы должны заниматься высокомерными членами войсками. Мы должны оказать содействие и помощь государству, независимо, кто управляет государством. Оказать содействие и собрать боеспособность и боеготовность армии. И последнее. За 2 февраля прошлого года страница 3, но я в Ковчег. Я об этом сказал. Много о боеспособности и боеготовности. Некоторые начали думать, что я критикую. Вы знаете, кто боится критики, тот призренный трус и недостойный уважения человека. Поэтому возьми себя на вооружение и сделай то, что написано там было. И мы подсказываем. Не желай в твое дело. Я подсказываю, как человек, знающий, что наш народ уже достаточно, сколько нас убивает, уничтожает. Вот и все. Спасибо. О реформах в нашей стране. Потому что те, кто сегодня занимаются реформой, не имеют права этим заниматься. И мы у нас сегодня следующий цикл. Это экономический раздел. Мы с вами остаемся в эфире. Спасибо, Нурат Григорьевич. Нурат Григорьевич.